На Донбассе относительное затишье. Штаб АТО сообщает только об одной провокации боевиков за сегодня. В районе Светлодарска украинские позиции обстреляли из миномётов, а накануне противник атаковал посёлок Луганское. Там побывал мой коллега Игорь Левенок. Каждые два часа бойцам приходится лопатить снег. На Донбассе замело так, что боевые действия приостановились даже на Светлодарской дуге. При таких погодных условиях на фронте царит пока затишье. Наши бойцы говорят, что штормовой ветер не даёт возможности боевикам прицельно стрелять. И это плюс. Но есть ещё и минус. В условиях ограниченной видимости к нашим позициям очень близко подходят вражеские диверсанты. Делают прострелы обязательно, подползают, стараются найти места, где-то кто-то зазевался, чтобы убить. Бойцы пристально всматриваются в оптические приборы. На днях засекли вражеского корректировщика и взяли его в плен. С двумя собаками пьяный, бинокль хороший. Тысяча баксов, по-моему, или полторы тысячи баксов стоит бинокль. И он признался, что корректировщик. С его помощью оккупанты обстреливали позиции сил АТО. Накануне российские наёмники вели плотный огонь из орудий всех калибров. За три дня около 300-400 прилётов было непосредственно и по нам. И, помимо всего, стараются нанести вред и напугать местных жителей. Туда и приходы. В посёлке Луганское под обстрел боевиков попали и мирные жители. Пенсионерка Екатерина Федосеевна говорит, снаряды рвались рядом с её домом. Обстрел начался в 7 вечера. Она с внуками смотрела телевизор и вдруг окно прошил осколок. Чудом никого не задел. Я их схватила, то мы за дверью так вот встали и стояли, потому что перебухало. А то я уже побегла сюда поседала. Осколки посекли ворота и крышу дома. Там уже все дырочки, дырочка на дырочки. Дождь отпит, то будет текти все в ходу. Люди опасаются, как только распогодится, боевики снова обстреляют их посёлок. Игорь Левинок, Андрей Костюк, Сергей Байдала. С Донбасса подробности телеканал Интер.